вопросик друзья вечерний вопросик о себе в россии я работал сначала простым системным администратором перед этим абзац он говорит что движется в направлении поставленной цели а целью является переезд в сша в россии работал сначала простым системным администратором потом получил работу которую сложно соотнести с американскими стандартами но мне она нравилась потому что в моей обязанности входило абсолютно все что связано с айти в компании от управления проектами бюджетом и создание этих инфраструктуры до простого программирования администрирования работы было очень много но это было то что мне было нужно тот момент чтобы получить как можно больше опыта и да и не стану скрывать я люблю работать в моем случае работы и хобби совпадают так вот понимая что я не высококлассный программист которого американские работодатели готовы сразу взять на h1b я выбрал другой путь на данный момент я уже месяц нахожусь в сша на стажировке по джей ван визе но этому письму пару месяцев уже считает три месяца находится да может быть в профессиональном плане это не прям уж так замечательно но тем не менее считаю это шагом вперед как минимум из-за того что я уже в сша легально получаю опыт работы в американской компании развиваю навыки общения в американском обществе ну и получаю достаточно денег чтобы жить здесь в заключении хотел бы попросить у вас совета вот мы переходим как лучше распорядиться временем пока я нахожусь на стажировке стажировка на год с возможностью продления еще на полгода чтобы либо сразу после либо через небольшой промежуток времени получить рабочую визу в сша на данный момент все мое общение с рекрутерами заканчивается сразу после того как они узнают что я на джей ван визе подскажите как все-таки преодолеть этот последний барьер на пути к американской мечте американской мечте ну поехали сейчас расскажу анекдотец который потом может быть не сразу будет понятно к чему именно этот значит анекдотец такой ну можно сказать детский женщина приходит в поликлинику и там значит заглядывает в кабинет там мужик белом халате есть там сидит что-то кушает закусывать говорит что такое она говорит вот мол проблема у меня значит в интимной жизни никто не может меня привести в состояние удовлетворения только да неужели говорит он сбрасывает что-то там с кушетки там не стоит значит пробует не получает тут на что-то выглядывает там такой же как он в халате там с булкой из там коптерки где чё такое да вот это никто и не может это удовлетворить и только да неужели говорит тот пробует тоже не получается и так чек несколько их там в коптерке там сидели закусывали не получается но в общем тогда первый самый мужик ей говорит ты знаешь чё тетка те к доктору надо она ведь а вы кто агдам и бригада маляров поэтому значит бригады и маляров в данном случае являются рекрутеры значит как только вы это поймете вы сразу уйдете от от мысли о том что можно через них искать работу ну какая через них работа но ее мое ну чё такое взрослые люди значит работу надо искать напрямую в компаниях но опять возникает вопрос а собственно какое у вас разрешение на работу то у вас есть виза джейван визу джейван в теории и на практике тоже бывает можно трансферить также как и визу также как и визу h1b но тоже вы должны вот этой компании спонсору которая говорит что которая делала вам визу она должна вас перебросить виза остается у них но они должны вас перебросить с одного места где вы проходите трудовую повинность в другое место и они как бы смотрят чтобы не было абьюз какого-то и вообще каких-то безобразий потому что не то чтобы они там полностью на вашей стороне нет значит но в принципе это возможно то есть вы могли бы например искать такую компанию которая готова сделать вам h1b а пока суть до дела взяла бы вас вот на там эту джейван сделала бы себе трансфер там и так далее если это получится но в общем и в целом я хочу сказать что есть такое слово на идише звучит на холлоем из этих аллоем из это когда люди себе головную боль сочиняют и вот этими холлоем из они ходят и в общем и не себе жизни не другим жизни и все это как бы по-русски вы сказали что через задницу делает вот примерно то же самое ни одно и то же но так вот значит он разговаривает с рекрутерами рекрутеры люди работающие с местными жителями имеющими право на работу и и и имеющими возможность там но если не завтра то через две недели хотя бы начать работать в другом месте вот вот это рекрутер сейчас развелось чудовищное количество сказочное фантастическое количество людей на рынке которые не имеют разрешения на работу но как бы ищут работу и я как-то делал сюжет недавно там показывал даже вот окошечко там в дайсе или не окошечко но но как-то я был в окошечке а показывал в другом чтобы не нарушать там всяких соглашений но смысл в чем сегодня людей у которых нет разрешения на работу кто на рынке их в два раза больше чем тех у кого есть разрешение на работу но это те которые пометили себя как third party кандидаты то есть и ты не можешь напрямую нанять ты должен через кого-то это и ночи но но та треть которые вроде бы местные вроде бы ты можешь с ними разговаривать среди этой 3 может быть еще две трети это отчаявшиеся те у которых нет разрешения поэтому они косят под тех у кого есть разрешение косят и сегодня мы пришли в состояние рынка которого не было никогда раньше сегодня рекрутер прежде чем отправить твое резюме в компанию уже хочет посмотреть на твои референсы уже хоть уже хочет видеть не просто посмотреть поговорить хочет уже хочет видеть твою карту социального страхования ты можешь замазать номер ты можешь дать ему там четыре цифры или пять цифр последних он хочет видеть твою green card если у тебя есть ты и сканируешь замазываешь номер им посылаешь потому что это дает тебе невероятное преимущество ты можешь сказать это про это приватная информация я не не позволю да пожалуйста можешь не работать ты сразу попадаешь вот в эту категорию многочисленную вот которые говорят как когда как вы смеете а если у которых есть они цифры замазали и отправили менеджеры почему это все происходит я разговариваю с диноза с рекрутерами а что случилось очень они ведь менеджеры не хотят разговаривать менеджеры устали от этой концепции понимаете когда ты сначала должен забеременеть а потом на тебе женится вот они ходят чтобы понравиться а там глядишь вот у них мысль что как-нибудь как-нибудь компания сделает им разрешение на работу то есть они находятся в то что называется dead end никакого выхода из него нет тупик полный но они будучи в полном тупике и не имея ни малейших оснований рассчитывать что даже если они понравятся как-то им там сделают разрешение на работу наша квота до выбрана за неделю значит следующий откроется 1 апреля там будет все равно лотерея там четыре к одному и так далее и так далее то есть как вот знаете как вот как софия нас любит гать like no tomorrow и вот они сегодня живут как последний день значит да ну понеслось вот наш автор письма он находится в такой же точной ситуации у него нет разрешение на работу он морочит голову рекрутер абсолютно молочит колбас он просто не понимает чем занимаются рекрутеры у него у него даже мысли нет что рекрутер не может ему помочь в принципе никак рекрутер говорит а еще один голову морочить то есть послать его менеджеру нельзя интервью назначить нельзя то есть можно технически но если даже все выгорит и люди потратят время то нанять ты его опять же нельзя вот чего он резюме то что там чё думает что ради него законы иммиграционные отменят и как-то вот исключение для него сделают понимаете поэтому я вот воскресенье там не такая конференция была читательская где на самом деле книгу сама не обсуждали а обсуждали те темы которые в книге затрагиваются вот иммиграция успех как на нас влияет то и это вот я там вырезки некоторые сделал там повесил минут на наверное 30 там в общей сложности и и вот когда мы говорили про критерии успеха там аки и такие там еще какие то но есть один от которого ну никак нельзя уйти понимаете надо понимать что ты делаешь если ты не понимаешь что ты делаешь в этом месте все закончилось ты будешь теперь с бригадой маляров тебе к доктору надо а ты ходишь по бригаде маляров и тебя тут поимели и там поимели может быть даже больше вы их поимели но но вы не получите вот этой сатисфакции понимаете потому что бригада маляров совершенно не по этой части значит если речь идет ну давайте мы сначала пойдем в том ключе в котором нам автор письма значит говорит он говорит вот я бы хотел рабочую визу в принципе получить и через рабочую визу уже потом значит иммигрирует грин карту получить ну конечно у него есть шанс он живет в реки он находится на этой джей ван визе он совершенно зря там ходит на всякие интервью там или что-то но в конце концов но вот ему нечего делать пусть ходит если уж так но просто пусть не рассчитывать ни на что на что он может рассчитывать что когда дойдет до 1 апреля но не 1 апреля допустим за пару месяцев до того во первых та компания где он находится может ему сделать h1b почему нет если он там хорошо себя проявил но он может начать искать работу в другом месте с тем чтобы ему сделали h1b а у него уже год американского опыта а у него уже вот он там на месте он может пройти интервью это совершенно другой разговор это не не то же самое что он непонятно где там и так далее то есть он может попробовать получить вот эти офферы с предоставлением визы h1b он может на самом деле попытаться получить эти офферы в трех четырех пяти в десяти компаниях чтобы они сделали на него множественные вот эти вот заявки и глядишь там все-таки с двух заявок вдвое больше шансов а с трех заявок в трое больше шансов то есть вот это был бы какой-то его путь такой у него нет той крутизны он он говорит об этом у него нет той крутизны которая была бы если вот там пять лет на джаве программировал это правда но тем не менее начисто если человек говорит себе я открыт потому что это может быть в любой точке соединенных штатов и так далее так далее то есть он как бы снимает какие-то ограничения то у него шансы увеличиваются увеличиваются и увеличивается то есть он может конечно этим заниматься он может за это время подучить что-нибудь может быть и так на работе попробовать применить даже такое то что украшает резюме и привлекает внимание чем там с рекрутерами пытаться разговаривать которые не хотят с ним разговаривать но вот есть такой путь значит дальше кто-то него подаст или он пройдет бутерия или он не пройдет водерегиста он не пройдет в лотерею и у придется уезжать домой ну и так далее значит какой у него есть альтернативный путь Альтернативный путь у него есть подать на политику Например, ну я не знаю, там насчет жениться Есть у него семья, нет семьи Ну и кроме того, не всякий человек хочет жениться Вот именно в таких обстоятельствах Даже если нет семьи Ну в общем, по-всякому Ну что, вот политика остается Он может, конечно Перейти, может быть На визу студенческую Но просто так, с визы Джейн На студенческую ты не перейдешь То есть ты должен вернуться домой И оттуда уже заново визу получать Там пошло-поехало Уже сложнее становится А политику, например, он может получить Не выезжая из страны И он будет работать Я бы на его месте, например, если вот так Если бы меня спросить Я бы на его месте подал на политику За полгода до того Как у него закончится Это его Джейван Почему? Потому что у него работа есть А через полгода Когда уже у него появится разрешение на работу То через политику Понимаете? У него нет этой дырки Когда он Вроде Надо бы работать А разрешения на работу нету Вот у него появится нормальное разрешение на работу Вот и живи себе нормально И как бы Так что Еще раз Если бы я это все конструировал Я бы сконструировал вот так Вы можете сказать А вдруг у него не было преследования А вдруг там еще чего-то И это ваше дело И вы можете как угодно формулировать Но просто есть люди, которые здесь Легализовались Работают, живут и так далее А есть люди, которые говорят А как же? Вот, а как же? И говорят Да никак Ну вот реально никак Вот Поэтому Есть путь Я не агитирую Я просто говорю Как бы я сделал Если бы я был в такой Если бы у меня была такая дилемма Вот Вот я бы так сделал Абсолютно безболезненный Такой простенький И так далее Это не мешает ему параллельно Подавать на рабочую визу Абсолютно Никакого запретительства нет Вот И он может Подавать на рабочую визу И на следующий год Будучи, например Там В принципе Имея вот это разрешение Там, я не знаю Но Временное на работу Он может Он может подавать Абсолютно любую визу И никакого такого Значит Ему нету Может я неправильно говорю Пусть подсоветуются с кем-то Но во всяком случае У него появляется Путь нормальный А дальше Пока он еще получит Своё это разрешение В смысле Пока он свое там Убежище будет получать Пройдет время Какое-то Вот может он же тогда И девушку встретит Хорошую Понимаете Это одно дело За два месяца Жениться Чтоб тебя не выгнали Из страны А другое дело Ты живешь Функционируешь Полноценно У тебя Работа Друзья Знакомые Тусовки Все дела Встретил девушку Хорошую Совершенно же Другой разговор Вот Поэтому Я бы так сделал Ну Так вот Раз меня спросили Так я Я ей ответил Счастливо Счастливо